Ребят, всем доброе утро и всем хорошего денёчка! Да, ребят, сегодня, походу, на улице Хамсин. Совсем жарко просто, даже чувствуется эта пыль. Тяжело как-то совсем. Не, ну реально, 29 градусов, это долбанец. Здесь очень жарко, душно, эта пыль прям чувствуется в носу, во рту, прям в глотке. Капец, вот это сейчас погодка такая, да. А уже с четверха похолодание, типа там плюс 20 днём максимальное. Соответственно, ночью где-то плюс 13, может даже меньше. И проливные ливни на 3 дня. Короче, выходные, походу, будут в квартире. Что я очень сильно люблю. Ни воздухом не подышать. И стены, они просто давят. Когда я 24 часа в квартире, ну, не, це тумач. Депресняк начинается. А если 3 дня такое будет, ну, четверг-пятница, это рабочие дни. Вот так, конечно, типа дождь не дождь, хочешь не хочешь. Вот, но в субботу, походу, будет облом по всем параграфам. Так, ребят, хочу сделать мужу тоже такую вот на обед ещё дополнительную булочку. Короче, в общем, с этой дамазкой красной рыбы немного осталось. Потому что он же без бутербродов, ну, никак не может. Для него бутерброд – это святое просто. Поэтому сделаю ему ещё вместо бутерброда вот такую вот булку с зеленью, с сыром, с красной рыбой. Вот, кстати, это вчерашняя намазка. Я себе выбрала с оливками, а он захотел с чесноком. Ну, в принципе, она сюда очень даже вписывается. Ммм, пахнет. Сыр с красной рыбой – это нямочка. Странно. Вроде как чеснок написано, но при этом почему-то какие-то тёмненькие такие штучки. Может зелень ещё помимо чеснока. И он на вид, он похож реально на плавленый сырок. Такой, как я раньше покупала в Украине. Да, для намазки. На вкус сейчас я попробую чуть-чуть. Да, он реально как сыр плавленый. Да. Сейчас красную рыбу. Вот такие я беру листья салата, бейбики. Сейчас возьму несколько помоев. Помидорка осталась тут одна. У меня вот в этой коробочке, которая идёт в освоясье. А вторую ещё, конечно, надо есть и есть. Там жёлтые мини-шери. Поэтому... Помидорку сюда. И булку. В общем, вот такое я сделала а-ля мужу бургер с сыром, красной рыбой, вот такой вот зеленью, помидоркой. Ну, это намного, наверное, полезнее будет обычного бургера. Ну, слава богу, крепкий желудок, видно. Раз красная рыбка солёненькая с молочком, ещё и шоколад. Короче, пельмешки со сметанкой. Да? Ещё перец. А, перец. Синя, трындец, как болит башка, у меня просто неванесимо вот эта вот вся часть. Я даже в магазин уже не захотела, потому что... Я хочу туда-сюда прыгать. Как-то... Жаль, что не принимает мой массажист. Мне после него реально стало легче. Мужа накормила, короче, на обед. Ещё так смешно. Говорю, короче, тебя не смущает, да? То есть, пельмешки со сметанкой. Соломон солёный, да? Рыба. И молоко. И шоколад. Ну, это тупо гремучая смесь. Я не знаю, как муж вообще это употребляет. Себя нормально чувствует. Дай бог, чтобы дальше так было в плане здоровья. Ну, блин. Я не знаю. Так смешно. Где Маринка? Я скажу дальше сама. Она там готовит, что-то у него будет. В общем, решила я наконец-то опробовать вот эту вот сумочку. Я уже просто не знаю, как мне отвлечься от этой головной боли. Лежать я не могу и уснуть не могу. И, короче, и таблетка не помогла нифига абсолютно. Короче. Думаю, как бы надо же её протестировать. Даже как-то страшно. В общем, я возьму одну картошку, чтобы много не портить. И на самом деле это обычная крупненькая картошечка. Я что-то подозреваю, что нужна сюда мелкая картошка. Та, которая для запекания здесь в Израиле продаётся. Ну, не знаю. Проверю эту. Вот я её промыла. Хотя она не, в принципе, чистая. И протёрла, да. Сейчас вот положу в эту сумочку. И на сколько же её минут оставить. А, тут написано 4 минуты. С двух сторон или нет, по 4 минуты. Чё-то не поняла. Сейчас ещё. Короче, написано, что 4 минут надо подержать в микроволновке. Но зависит также от мощности. Там туда-сюда. Типа у каждого разные. На самом деле это так. В общем, я сейчас поставлю на 4 минуты в свою микроволновку. Ну, в общем, ложу. Честно говоря, страшно, ребята. Реально страшно. Блин, а чё оно не крутится? Наверное, муж что-то делал. И чё-то оно не крутится. Вот эта вот штука. Съехала, может. Дубль 2. И она очень большая. Она не может развернуться. Может, ребят, я её сложила. Потому что она не крутится. Вот. Крутится. Вот чё-то страшно. Как-то. Посмотрим. Через 4 минуты результат. Ребят, по-моему, я чувствую запах картофеля. Прошло 2 минуты. Чё-то там клацает. Вы знаете, внутри микроволновки идёт какой-то пар. Ну, и поэтому я чувствую запах картофеля. Может, уже он там горит? Я, наверное, подержу не 4 минуты, а 3. Сейчас ещё несколько секунд, и я выключу, проверю. Капец. Так, ребят, наверное, я выключу. Вот минута осталась. Я выключу, короче, и проверю. Та-дам! Вы видите? Блин, она реально внутри вся мокрая. А чё это такое? Да, это, наверное, не есть хорошего. Не знаю, чё-то мне как-то не очень это нравится. Вот, достаю сумочку. Типа она там вся внутри какая-то мокрая. Ну, вот видно, да? Какой-то оттенок другой. Вот, всё мокрое. Сейчас. Наверное, надо было ещё накрыть этой крышкой для микроволновки. Так. Ну. Как-то выглядит она. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, сейчас проткну. Ребята, она реально готовая. Три минуты, и картофель готов. Ай, горячая. Горячо просто очень. Ну, она реально мягкая. Сейчас возьму другой нож. Вот, чтоб прям... Она реально готовая. Она реально готовая. Ну, я ещё хочу попробовать. Три минуты. Я хочу попробовать. И если это так, то это будет отличный вариант. Если надо быстро на какой-то там салатную шубу, на оливье. Не знаю, так вот тогда будет. Мне интересно на вкус. Потому что, ну, так. Она вроде, да, вот мягкая. Вот. И стоит 7 шейкелей. Это сумочка многоразовая. Попробую на вкус. Да, ребят, это вареный картофель. Реально. Горячо просто очень. Это реально вареный картофель. Можно было бы, да, минутку, может быть, ещё подержать. Но, думаю, не стоит. То есть, вареный, как бы, типа, да, картофель. Шикарно. То есть, сумочка прошла проверочку. И я ставлю. И да, обогреватель у нас уже работает. Когда я купаюсь. Потому что я мерзну. Ночью стою, закуталась. Под обогревателем. Отогреваю, ещё согреюсь и буду выходить. Вот. Собственно, на этом я буду заканчивать своё видео. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok